Эти старты учебный финиш. Ярославские курсанты поразили все учебные цели на полигоне в Астраханской области и вернулись в родное высшее военное училище ПВО. В Гуманитаркове 21 тонну Владимир Волков поблагодарил ярославцев, которые помогают Донбассу продуктами питания и товарами первой необходимости. Из чиновников в обвиняемые экс-глава областного Депздрава Оксана Пиклун стала фигуранткой уголовного дела. Его возбудили в Федеральной службе безопасности. Первые на сцене первого в Ярославле состоялся отбор абитуриентов на обучение в Академии кинематографии и театрального искусства Никиты Михалкова. Городской телеканал теперь можно читать. Наши новости доступны на популярной платформе. Ищите ГТ в приложении Телеграм. Нас становится больше. Для них это целый мир. Под Ярославлем открылись всероссийские соревнования по шахматам для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здравствуйте. В эфире ВНИМ новостей городского телеканала в студии Анна Лазоркина. На отлично. Впрочем, как всегда, курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны с честью выдержали экзамен на профпригодность в Астраханской области. На бывшем полигоне войск Варшавского договора они поразили все учебные цели до одной и вернулись домой. Марина Смарагдова подробнее. Ил с ярославцами на борту приземляются в Ушелуке. 23 года здесь проверяют готовность боевых расчетов к реальным действиям. Иначе поверяют практикой теорию. В ходе боевой практики мы почувствовали плечо товарища. Также получили сработать в команде и применили все это на практике. Вот ракеты поражают учебные цели. Ночью степь заряется ярким светом почти как днем. Для курсантов Ушелук финал учебы. Дальше выпускные экзамены. Ключи от неба у ярославцев хранятся с мая 2018 года. Команда училища тогда стала лучшей на элитных соревнованиях расчетов зенитных войск военно-космических сил России. Они прошли экзамен. После выполнения боевых стрельб с боевыми пусками ЗУР они уже готовы выполнять свои функциональные обязанности состава боевых расчетов командного пункта системы и командного пункта зенита ракетных дивизионов. Пятикурсникам, прошедшим полигон, в институте присваивают негласные звания младших лейтенантов. Я считаю, что наши курсанты растут с каждым днем в плане познания техники, всех своих знаний, умений, навыков. Лейтенский состав, я считаю, подготовлен на оценку отлично и справился с задачей на оценку отлично. Все боевые расчеты. Реальные боевые условия – это пять минут стрельбы и полчаса на передислокацию. Полигон военные считают боевым крещением и самым главным экзаменом. Успехи, кстати! 2 апреля – День войск противовоздушной обороны. Марина Змарагдова, Михаил Орлов, Новости города. На Украине при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции погиб уроженец Ярославля, гвардия еврейта Иван Мамзурин. Об этом сегодня сообщили в социальных сетях. Военную службу Иван проходил в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку в должности механика-водителя. Церемония отпевания 27-летнего погибшего состоится завтра в 11 часов в Леонтьевском храме Ярославля. Похоронен Иван Мамзурин будет на воинском мемориальном кладбище. Владимир Волков поблагодарил ярославцев, которые не остались в стороне и выделили крупные партии продуктов питания и товаров первой необходимости. Речь о гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. За две недели собрали более 21 тонны того, что требуется Донбассу. Причем посильную помощь оказывали как рядовые ярославцы, так и бизнес и градообразующие предприятия. Слова благодарности мэр оставил в своих аккаунтах. В Ярославле прошли масштабные акции в поддержку наших солдат, которые сейчас участвуют в спецоперации. Световых проектов «Днадцатого земли» В областном центре прошел автопробег за Россию. Очередную партию гуманитарной помощи отправили сегодня на Донбасс. Ярославцы не остаются в стране. Включаются и показывают своим примером, как они поддерживают все решения президента, поддерживают нашу армию. Наши жители зажгли огромные буквы на фасаде домов. Наши жители уже собрали огромное количество гуманитарной помощи и, самое главное, не останавливаются на этом. Сегодня здесь на «Спартаковце» провели акцию. Самое главное, что это исходит от самих людей. Мы всегда будем поддерживать свободу, поддерживать мир. Мы за мир. Мы вместе. Ярославская область полностью готова к весеннепылевым работам. Информацию озвучили на заседании антисанкционного штаба. На сегодня определена структура пассивных площадей. Она 279 тысяч гектаров, что на 10% больше, чем годом ранее. Сельхоз товаропроизводители в полном объеме обеспечены пассивными и горюче-смазочными материалами. Техника также готовится к работе. Мы планируем в этом году увеличение валового объема зерновых, а также и овощей открытого грунта, в том числе и борщевого набора. Все цели и задачи будут исполнены. В Центральной городской больнице Ярославля новый компьютерный томограф. Опорудование поступило благодаря региональной программе модернизации первичного звена системы здравоохранения. Стоимость комплекса 50 миллионов рублей. До этого в ЦГБ не было своего компьютерного томографа. А обследование пациентов приходилось проводить в других больницах. Сейчас на нем делают порядка 10 исследований ежедневно. Аппарат 160-срезовый. Соответственно, скорость сканирования очень высокая. И особенностью данного аппарата является снижение дозовой нагрузки при проведении исследования, что тоже немаловажно. Также аппарат обладает повышенным комфортом для пациента при проведении исследования. Программа модернизации в 2022 году продолжается. Более 900 миллионов по трем основным направлениям для улучшения материально-технической базы будет освоено в текущем году. Это 117 объектов капитального ремонта. Это более 400 единиц оборудования. И это закупка автомобилей. Экс-глава областного Депздрава Оксана Пиклун под домашним арестом. Это решение суда. Возбужденное на прошлой неделе уголовное дело касается времени, когда Пиклун руководила еще Гаврилов-Ямской ЦРБ. В январе-ноябре 2021 года в нарушении требований закона ИО глав врача начисляла себе необоснованные и завышенные премии и доплаты за дежурство выходные и праздники. При этом она не присутствовала в это время на работе, да и не могла быть дежурным врачом ввиду отсутствия соответствующего образования. Прокуратура завершила проверку и направила материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По итогам их рассмотрения и дополнительных проверочных мероприятий территориальным управлением ФСБ заведено дело по статье «Присвоение денежных средств в особо крупном размере». По этой статье Пиклун грозит до 10 лет лишения свободы. Село Великое Гаврилов-Ямского района может остаться без чистой воды. Региональный проект реконструкции системы водообсножения в этом населенном пункте планировали осуществить до 2023 года. На выполнение работ из бюджета Ярославской области предполагалось выделить 38 миллионов рублей. Сроки зависели от корректировки проектной документации, которую взялась выполнять Костромская организация. Согласно контракту, работы должны были завершить еще в прошлом сентябре, однако ввоз и ныне там. Ярославское УФАС завело административное дело на недобросовестного подрядчика. Руководству Гаврилов-Ямского района рекомендовано срочно найти нового проектировщика, чтобы попасть в региональный проект «Чистая вода». Ярославское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков общества с ограниченной ответственностью «Экомакс-проект» сроком на два года. В отношении генерального директора данного подрядчика мы возбудили административное дело, уже передали его на рассмотрение в мировой суд. Ярославец, задушивший вместе с приятелем беременную лосиху на скамье подсудимых. Напомню, преступление совершено в марте прошлого года на границе Тверской и Вологодской областей. Трое охотников, не имея разрешения и путевки, сначала на снегоходах гнали животное, потом убили. Изможденную лосиху повалили на снег и задушили. При этом видео с места расправы выложили в сеть. Живодером оказались двое жителей Тверской области, один – Ярославской. Против браконьеров возбуждено дело по статье «Жестокое обращение к животными». Им грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы от двух до пяти лет. Судебный процесс идет в Твери. Наши новости теперь можно не только смотреть, но и читать, причем в популярном приложении. Самая интересная и свежая информация публикуется на платформе Телеграм. Перейти на канал в социальной сети можно по ссылке на сайте нашей телекомпании gtk.tv или же просто набрав в поисковике приложение «Городской телеканал». Подписывайтесь и будьте в курсе главных событий Ярославля. В нашем телеграм-канале вы никогда не пропустите актуальные новости столицы Золотого кольца и всегда и всего 76-го региона. Смотрите «Городской телеканал» на 22-й кнопке своего телевизора или в интернете на gtk.tv, а еще читайте «Городской телеканал» в Телеграме. Нас становится больше. Ровно месяц остался для того, чтобы подать заявку на участие в кадровом конкурсе «Ярославский резерв», инициированный в Рио губернатором Михаилом Евраевым. Кто может претендовать на то, чтобы занять управленческий пост или помогать развивать регион? Что еще получат победители и какие испытания предстоит пройти? Все, что нужно знать о конкурсе, обсудим во вторник в программе «На повестке дня». В гостях у моей коллеги Екатерины Сысоевой Михаил Груздев, председатель Координационного совета кадрового конкурса «Ярославский резерв», ректор ЯГПУ имени Ушинского, и Максим Старшов, руководитель Оргкомитета кадрового конкурса «Ярославский резерв», заместитель мэра Ярославля по внутренней политике. Эфир в 19.20 на городском телеканале. Сегодня в Ярославле состоялся отбор абитуриентов на обучение в Академии кинематографии и театрального искусства Никиты Михалкова. Кастинг, замечу, на бесплатное обучение. Столица Золотого кольца – первый город, куда в этом году отправились специалисты. Абитуриентов, отобранных в регионах, пригласят в Москву для прохождения финального тура. Марина Смарагдова побывала на кастинге в Ярославле. Десять соискателей пришли сегодня в первый русский на кастинг. Его проводят представители Академии Никиты Сергеевича Михалкова. Цель, которую предследуют ребята – повышение профессионального мастерства. В составе приемной отборочной комиссии в Ярославль приехали «Народный артист России» Виктор Вершбицкий, педагог Академии «Заслуженный артист России» Алексей Дубровский и проректор по развитию и организации творческого процесса Академии Игорь Беляев. Ребята, которых мы отберем здесь, они попадут сразу на третий тур уже в Москве, потому что там уже их будет смотреть сам Никита Сергеевич, и уже будет зависеть не только от нашей комиссии, но и от мнения мастера, который набирает каждый год вот этих студентов. Сколько будет талантливых, столько и возьмем, говорят, отборщики. Ограничений нет, как и проигравших. Все участники региональных отборочных кастингов будут включены в базу творческих специалистов Академии. Хочется окунуться поподробнее в сферу кинематографа, изучить это, ну и, разумеется, для карьерного роста, потому что я хочу связать с этой профессией всю свою жизнь. Академия открывает огромные возможности и перспективы для студентов. Почти все из пришедших в этом году заканчивают театральный институт. Большинство из курса народного артиста России Александра Кузина. Это имя вызывает улыбку Виктора Виржбицкого. Они земляки, родились в Ташкенте. Раз ко мне тракторист приходил, От ворот в поворот получил, Я сказала, пока здесь река, Я люблю одного речника. Свои спектакли Академия уже показывала на сцене Первого русского, на молодежном фестивале. Ты и сам основатель, не раз приезжая в Ярославль, делился секретами и мастерством. Диафрагма. Правильное дыхание, правильное распределение мышечных упражнений диафрагмы. Потому что смех любит диафрагма. После Ярославля путь комиссии лежит в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург. Словом, туда, где есть крепкие актерские школы. Марина Смарагдова, Игорь Мосин. Новости города. Ярославец Александр Ершов отличился на международном конкурсе вокалистов. Студент Собиновского музыкального училища, лауреат второй степени. Творческое состязание имени оперного певца и народного артиста Советского Союза Бориса Штоколова объединило более 300 участников в четырех категориях в зависимости от статуса учебных заведений. По итогам двух туров баритон Ершов второй. Премия за первое место среди мужских голосов не присуждалась. Жюри, вероятно, не смогло определиться. Напомню, студент выпускного курса Собиновки всегда достойно представляет Ярославскую область на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. В прошлом году завоевал золото российских дельфинских игр и бронзу молодежных игр государств СНГ. На минувшем конкурсе исполнил четыре произведения. Первый тур «Старинная Ария Граф» из оперы «Свадьба Фигура Моцарта» и роман с Чайковского «То было раннюю весной». Второй тур «Ария Шеврес» из оперы «Мария Дироганда Ницетти» и «Сверидов. Утро в Москве». Поддержка бизнеса, подготовка специалистов, хранение информации, энергетика будущего. Эти и другие темы обсудили на Первой Рыбинской промышленной ассамблее. Участие в ней приняли представители предприятий, бизнеса, органов власти региона, студенты ярославских и московских вузов, школьники. Для молодежи организовали специальные стратегические сессии, архитектурный воркшоп, ярмарку кадров и вакансии, диалоги с предпринимателями и чиновниками. Основная цель – наладить связи и найти друг друга, работодателям, сотрудников или деловых партнеров. А разработчикам и молодым кадрам туда устроиться и активно участвовать в развитии промышленности Ярославской области. Дать традицию, которая будет очень полезна в небольших городах, это организовать именно общение среди предприятий, вузов региона, жителей, сотрудников для генерации новых идей и формирования, видения будущего и места в этом будущем провинциального города и малого бизнеса. И сейчас к спортивной части выпуска. В ней расскажу о хоккее, баскетболе, волейболе, кикбоксинге, спортивной акробатике, мини-футболе и шахматах. Спорта будет много. Здорово сыграли в обороне, ловили на себя много шайб. Так главный тренер Ярославского Лока прокомментировал домашние матчи своих подопечных. Железнодорожники сравняли счет в серии против Красной Армии, одержав две уверенные победы. Причем последнюю с колоссальным отрывом 8-1. Отличились нападающий Еремей Шумилин, Ярослав Лихачев, забросивший три шайбы и вратарь Егор Горшков. После четырех игр у обеих команд по две победы. Кто продолжит борьбу за кубок Харламова, станет известно в среду решающая игра в Москве. Психологически первый забьешь, будет легче играть. Поэтому как можно старались быстрее забить гол. Нам придало еще больше уверенности, и мы будем приезжать в Москву и побеждать. Третий период показал, что ребята играли уверенно, можно сказать. Но еще раз говорю, что здесь в большей степени очень важно, как мы играем в обороне. Это важно. Если будем также играть в обороне самотверженно, запускать меньше ошибок, я думаю, что мы должны выиграть, потому что нападение очень хорошее и сильное. Баскетбольный клуб «Буревестник» дважды проиграл Рязани. Первый матч для пернатых завершился со счетом 68-92. Самым результативным в составе ярославцев стал Евгений Гурьев, принесший команде 16 очков. Вторая встреча закончилась результатом 68-93. В нашей команде выделился форвард Денис Киселев, набравший 17 очков. В ходе второго круга первенства ЦФО среди мужских команд для «Буревестника» эти игры стали заключительными. С 8 по 10 апреля в Липецке пройдет полуфинал. В нем ярославцы сыграют в подгруппе с клубами «Грин Хилл», «Олимпик» и «Брянск». Первые две команды с наилучшим результатом выйдут в финал. Ярославич в двух домашних матчах тоже потерпел поражение. От университета обе встречи завершились в четырех партиях со счетом 1-3. Игры с командой из Барнаула прошли в ходе финального турнира чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Ярославцы потеряли лидерство в таблице. Таким образом, наши волейболисты с 9-го места переместились на 11-е. Следующий матч 2 апреля в Атланте против Тархана из Сирлитамака. Ярославна чемпионка России по гикбоксингу в дисциплине К-1. В финале соревнований Ольга Ильиная одержала верх над соперницей из Дагестана весовой категории 65 кг. Победу Ольге присудили единогласным решением. По итогам состязаний спортсменка вошла в состав сборной России для подготовки к участию в чемпионате Европы. На протяжении 6 дней в Грозном за звание лучших бились 450 атлетов из 44 регионов. Ярославцы завоевали серебро. В Свердловской области завершилось первенство России по спортивной акробатике возрастной категории 11-16 лет. Атлеты от Калининграда на западе до Комсомольска на Амуре на востоке продемонстрировали более 120 выступлений в пяти дисциплинах. Женские тройки, женские пары, мужские четверки, мужские пары и смешанные пары. Свыше 80 членов жюри со всей России оценили номера. Ярославскую область представила мужская группа. Степан Киселев, Матвей Ездаков, Максим Орлов, Никита Хамов. Они завоевали серебро. Школьная команда Ярославич – призер всероссийских соревнований по мини-футболу. У нее второе место. Юные спортсмены победили Заполярье и Сибирь с одинаковым счетом 3-0. Взяв первое место в группе, в 1-4 обошли Дальний Восток 3-1. В полуфинале по пенальти одержали победу над командой из Урала. А в финале сыграли против команды Южного и Северного Кавказского федеральных округов. И за пять минут до конца матча пропустили мяч, который определил победителя турнира 2-3. Пенальти – это всегда такая рулетка, в которую не шанс, что ты выиграешь. Тут нужно играть наугад. Я пытался угадать все мячи, смотря в глаза сопернику, и у меня это успешно удалось. Я могу гордиться лучшим игроком в турнире. Семь голов забил. Ну и второе место на всероссийском этапе. Я больше всего запомнил, как я оформил хэт-трик. Один со штрафного забил, один с аута, а второй уже сам подобрал и пробил. Всероссийский турнир по мини-футболу среди юношей 2008-2009 годов рождения проходил в Нижегородской области. Участие в нем приняло 48 команд со всех федеральных округов. Стоит отметить, что по проекту уже 17 лет, но за это время ни одной юношеской команде из нашей области еще не удавалось выходить в финал. Ярославич стал первым. Я сильно не заморачивал их. Подбирал такие моменты тактические, которые они смогут усвоить за этот короткий период. Поэтому то, что мы планировали, все получилось. Что не получилось, это уже чисто, наверное, где-то удача не на нашей стороне была. Где-то кто-то немножко не доработал. Невероятные достижения имеем мы в спорте. И очень много известных спортсменов, которые защищают честь страны, обучались в нашей школе. И в стране приятно, что вы поддерживаете традиции, созданные вашими предшественниками. И поддерживаете высокий статус нашей школы. «Аленький цветочек» – так называются всероссийские соревнования по шахматам и шашкам для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня этот недельный турнир впервые проводится на Ярославской земле. 55 участников из разных регионов приехали к нам, чтобы сразиться в разных видах игр. Александр Захаров рассказывает. Лейла из Нового Уренго играет в шахматы всего год. На нынешнем турнире досталась сильная соперница. Чемпионка мира 2019 года по шахматам для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Варвара Никитская. И хотя партия была проиграна, Лейла не расстроилась. Ну, это было очень довольно-таки классно, интересно. Все-таки играть с человеком, который намного лучше тебя играет, это опыта прибавляет. Подобной ситуацией казалась когда-то и ректор Ярославского технического университета Елена Степанова. В 12 лет ей довелось сыграть в сеансе одновременной игры с известным советским гроссмейстером Михаилом Талем. Эту партию она помнит до сих пор. Когда ты понимаешь, что у противника есть и количественное, и тактическое преимущество на доске, это дань уважения противнику не сопротивляться до последнего. Это была бы глупая игра. Понимая, опять же, уровень противника и рассчитывать здесь на какой-то фолд с его стороны, наверное, было бы детской наивностью. Поэтому я с удовольствием протянула руку, пожав ее, выразив таким образом, собственно говоря, то, что я сдаю партию. Этот год для турнира «Аленький цветочек» юбилейный. За три десятилетия в нем приняли участие более двух тысяч детей из сорока регионов России и Республик СНГ. Для многих юных спортсменов состязания стали первой ступенью для покорения самых серьезных вершин – первенств и чемпионатов в России по паралимпийским и непаралимпийским видам. Впервые проводится на Ярославской земле. Мы никогда просто так в регионы не ездим. Мы стараемся всколыхнуть своим появлением шахматную жизнь именно среди инвалидов. Так это очень шахматный регион, очень хорошая федерация. Но с инвалидами, с детишками не приезжали к нам ни разу. Мы решили исправить. Соревнования в Ярославле продлятся семь дней. Кроме шахмат, ребята будут сражаться в шашках, дарсе и боче, а также в интеллектуальных играх. Александр Захаров, Василий Мосин. Новости города. Теперь к погоде. Москвичей ждет снег, метель и рекордное падение атмосферного давления. В Мариэл снова пришла зима. В Воронежской области продлили желтый уровень опасности. А челябинских водителей предупредили о метелях и гололеде. Что в Ярославле? С прогнозом на вторник в эфир новостей выходит моя коллега Алена Груздева. В студии Алена Груздева. Здравствуйте. В Ярославле ненастья затянется вплоть до конца рабочей недели, а во вторник ситуация усугубит порывистый ветер. Подробности далее. Ярославль – жемчужина золотого кольца. Это надо видеть и видеть без проблем. Автальмологический центр «Идеал» предлагает гостям города лазерную коррекцию зрения с персональным сопровождением и скидками в гостинице. «Идеал» – качество, доступное в цене. 72-12-18. Во вторник ночью в Ярославле облачно, небольшой снег, температура минус 5 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 729 миллиметров штутного столба. Во вторник днем в Ярославле облачно, временами небольшие осадки, температура минус 1 градус. Ветер западный 6 метров в секунду, влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 738 миллиметров штутного столба. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. Отличного настроения. Увидимся завтра. Через мгновение на городском телеканале полный метр погонений скрипач дьявола. Имя этого скрипача еще при жизни стало легендой, что неудивительно, ведь его непреизойденный талант покорил сначала Париж, потом всю Европу и потом весь мир. Сама личность, окутанная орелом мистики и таинственности, неизбежно привела к возникновению самых разнообразных слухов. Среди них была и уверенность в том, что он продал душу дьяволу, чтобы обрести свой талант. У меня на сегодня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах и телеграм-канале. В студии работала Анна Лазоркина. Хорошего вечера и до встречи в эфире.